Привет, друзья! Меня зовут Валера и вы смотрите видеоблог сибирского парня из США. Продолжаю рассказывать о бесплатной еде в Филадельфии, об организации рука помощи, которая помогает, которая раздает эти бесплатные продукты, вещи и многое другое. И сейчас четверг, с 10 до 5 они делают раздачу. Сейчас мы с вами поедем к ним, пообщаемся, узнаем, какие изменения произошли с момента открытия этой организации. Они работают уже чуть больше месяца и мы узнаем, какое развитие, какие изменения, что можно получить, какие продукты. Сделаем обзор продуктов и пообщаемся с ними и покажем все это вам. Так, снимаем, какое развитие у нас в организации рука помощи за чуть-чуть больше, чем полтора месяца. Вот смотрите, сколько одежды появилось. Здравствуйте! Так, это Элла у нас. Смотрите, сколько появилось одежды. Когда я приезжал первый раз, почти ничего не было. Когда я приезжал второй раз, несколько коробок было. И сейчас вы можете своими глазами наблюдать, сколько есть обуви и сколько есть одежды. Так, здесь обувь, здесь обувь. Дальше вы можете посмотреть, сколько есть сумок с продуктами. Их стало просто очень много. Просто все коридоры заставлены сумками с продуктами. И все это будет раздаваться людям, которые в этом нуждаются. Всем, кто придет сюда с 10 до 5 каждый четверг. Наталья, здравствуйте! Расскажите нам, какие изменения произошли с момента открытия организации рука помощи. Чуть больше месяца прошло, да? То есть я тогда приезжал и видел, буквально было не так уж много сумок с едой. А сейчас я вижу, что все в изобилии и одежда, и еда. То есть какие произошли изменения? Может быть добавились спонсоры? И что вообще произошло за этот месяц? Ну, здравствуйте всем, во-первых. Да, мы проработали чуть больше месяца. Второй месяц мы работаем. Наши объемы получения товара очень увеличились. Как по питанию, так и по вещам, по мебели, по всему необходимому. Конечно, огромная благодарность людям, которые отзываются и привозят товар даже сами лично. У нас многие бизнесы такие, как там салоны одежды, обуви, мебельные, отзываются и тоже привозят нам для выдачи новые платья, костюмы, куртки, обувь и так далее. То есть огромная благодарность. У нас, да, добавились наши партнеры. Ну, все знают прекрасно, что у нас был Марат, самый лучший наш спонсор. У нас адвокат Калихмана Рейс, дейкер, хомкер. Ну, вот дейкер у нас добавился недавно, вы об этом еще не знали, да. У нас добавился стоматолог Кирилл Васильев. У нас добавился логопед, детский логопед. Ну, это центр, в котором не только исправляют речь детям, но и помогают психологической, физической помощью. И это все, опять же, бесплатно, это все покрывается любой страховкой. Так что обращайтесь, все развлекательные программы для детей. Тише, тише. Поэтому очень хорошо, что достаточно много бизнесов, которые готовы нам помогать, готовы сотрудничать с нами. Также NetCost к нам присоединился и также дает нам и товары. Ну, видите, тут у нас выступление сразу с нескольких каналов, поэтому просим прощения за громкие звуки. Но у нас есть, конечно же, и возникают с этим потоком мелкие проблемы, но они мелкие, не мелкие, но они есть. Допустим, с приходом такого количества товара, которое нужно хранить в холодильниках и в морозильниках, мы столкнулись с тем, что у нас все равно катастрофически не хватает холодильного оборудования. Огромная просьба всех, кто могли бы нам помочь, подарить нам свои холодильники, которые вам не нужны, или же, может быть, купить нам, или дать нам хотя бы по доллару скинуться, и мы купим новый холодильник. Да, но не новый, или сделаем холодильную и морозильную камеру. Поэтому огромная просьба, обратите внимание, потому что мы помогаем всем. У нас увеличивается поток людей, многие узнают о нас, и сейчас к нам приходит достаточно много людей. Естественно, мы помогаем не только продуктами, но и трудоустройством, обучением, лечением, страхованием, то есть огромный спектр всех жизненных услуг. Помимо этого, 20 марта мы хотели и хотим организовать семинар, в котором будут участвовать все наши партнеры, которые будут объяснять, помогать людям по всем жизненным вопросам. Ну, конечно же, я не знаю, что будет в связи с этой эпидемией коронавируса. Возможно, мы нам придем. Все общественные мероприятия как-то они... Да, все мероприятия отменяются, все боятся скопления людей. Поэтому я приду... Ну, пока у нас остается этот ивент, как говорится, открытым, но, возможно, нам придется его отменить, хотя нам этого очень не хотелось бы. Ну, а все остальное, приходите к нам. Мы будем всем рады. Любые ваши просьбы, пожелания мы будем стараться выполнять. Давайте помогать друг другу. Вместе мы сила. Окей, огромное спасибо. Спасибо. Так, давайте теперь посмотрим, какой же набор продуктов можно получить в организации рука помощи сегодня. Вот я взял две сумочки, и я вам сейчас покажу, что в этих сумочках. Так. Яблочки. Две штуки. Кабачки маленькие. Две штуки. Ханинат Чирос. Хлопья на завтрак медовые. Так, что у нас еще? Мини бэггелы. Пита чипс. Си солт. Чипсы с морской солью. Так, кабачок еще один. Три. Три маленьких кабачка в итоге. Это у нас low-fat milk. Молоко с пониженным содержанием жира. Оргеник, между прочим. Хорошее молоко. Это у нас была первая сумочка. И вторая сумка. Вторая сумка это продукты, которые требуют хранения в холодильнике. То есть мясо, молоко и прочее, что требует заморозки или хранения в холодильнике. Сосиски. Так, это я не разворачивал, но это просто нарезанные кусочки мяса замороженного. Кусочки замороженного мяса. Так, дальше еще мясо. Это они уже распасовали, видимо, чтобы всем досталось поровну. Я вижу, что это ребрышки. Это ребрышки свиные. И еще. Вот замороженные свиные ребра. Приготовить можно это все очень прекрасно. Дальше. Йогурт и чабани. С малиной. Грик йогурт. Йогурт. С гранолой. Дальше, что у нас есть? У нас есть еще одни сосиски. Только два пакета сосисок. У нас есть еще один кусочек мяса. Давайте развернем даже, посмотрим, что там внутри. Кусочек замороженного мяса просто. И у нас есть жаркое с курицей. Это тут целый трей такой вот. Вот такой трей жаркое с курицей. Вот весь набор продуктов. То есть даже очень большое количество мяса, мясных продуктов. И, в принципе, все это достаточно разнообразно. Организация развивается. Набор продуктов увеличивается. Количество спонсоров прибавляется. Только одна вещь, о которой хотелось бы попросить, про которую сказала Наталья, когда нам рассказывала про организацию рукопомощи. Это то, что этой организации сейчас очень нужны холодильники. Поэтому, если кто-то может помочь, если кто-то может отдать свой старый холодильник, или пожертвовать на новый холодильник, или купить новый холодильник, то есть кто-то может оказать любую помощь для того, чтобы смогли купить еще несколько холодильников, чтобы хранить можно было все эти продукты в необходимом виде, напишите. Я внизу под этим видео дам координаты организации и рука помощи. Свяжитесь с ними обязательно. Напишите им или позвоните. Ссылочка на их страницу в фейсбуке будет в описании под моим видео. Эй, Пит. Так, снова завез помощь моему другу Питу. Все, миссия выполнена. Что-то хорошее в жизни сделал. Можно ехать дальше. Всем спасибо, друзья. Любите друг друга, помогайте друг другу. С вами был Валера и видеоблог сибирского парня из США. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»